Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня продолжаем воспроизводить рецепты по книге Оконникова 1938 года издания «Колбасы и мясокопчёности». Книга была выпущена Народным комиссариатом пищевой промышленности в 1938 году для работников промышленных мясных и мясоколбасных цехов. Книга на самом деле потрясающая и, уверяю вас, там такие стандарты приготовления. На сегодняшний день, я думаю, таких колбас не то что купить, только самому приготовить можно. Кстати, дорогие друзья, если интересует книга, можете выслать свой имейл мне в комментариях, написать, и я вышлю вам в письме ссылку на скачивание этого файла. Книга действительно замечательная, просто потрясающая, с удовольствием делюсь ею, потому что сам от неё в восторге. Сегодня мы приготовим колбасу отдельную, высшего сорта. Вот моё поколение, наверное, помнит на полках магазинов, была колбаса отдельная. Я тогда был маленький, и меня всегда удивляло, от чего же она отдельная. Если кто-то, кстати, знает, почему она отдельная, напишите в комментариях, пожалуйста, потому что вот этой вот информации, откуда взялось это название, я так и не нашёл. По рецепту 1938 года для приготовления отдельной колбасы используется 65, ну, давайте я буду на килограмм говорить, 650 грамм говядины, причём говядины жилованной, ну, вот мы взяли вообще такую отличную говядину, 250 грамм нежирной свинины и 150 грамм свиного шпика. Значит, мяско нам надо будет сейчас пропустить через мясорубку и засолить. Шпик мы чуть-чуть подморозим, и по рецепту, как указано в рецепте, нарежем его кубиками размером 5-6 миллиметров. Ну, мне кажется, 6 миллиметров более оптимально. Что касается специй, мы немножко отступили от рецепта, потому что в рецепте 1938 года, естественно, для засолки используется соль и селитра. Селитру мы не используем, используем нитритную соль. Для засолки этой колбасы мы используем на килограмм сырья 20 грамм смеси в равных количествах поваренной соли и нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,4-0,5%. 1 грамм сахара, 2 грамма, ну, опять же таки, в рецепте написано «картофельная мука». Я не знаю, отличается ли чем-то или отличалась ли в 1938 году картофельная мука от крахмала, поэтому мы используем 2 грамма крахмала. Специи на 1 килограмм сырья 0,4 грамма черного перца, 0,3 грамма душистого перца и 0,65 грамма гранулированного чеснока. Запашок потрясающий. Ну и колбаска, я думаю, получится потрясающая. Естественно, первое, что нам надо сделать, это порезать мясо, чтобы оно у нас поместилось в мясорубку. Пропустим все мяско через мясорубку. Такой красивый фарш у нас получился. Реально красненький-красненький. Добавляем сахар в смесь с солей, перемешиваем, засаливаем наше мяско. И еще раз хорошенько перемешиваем. Вот мне значительно больше нравится засаливать фарши, чем в кусках. Причем раньше всегда, пока мне в руки не попала эта книга, я всегда мясо, ну как я, мы с Ларисой, собственно говоря, готовили колбасы. Всегда мясо засаливали в кусках. Но попробовали по рецептам 1938 года засаливать его в фарши. Результат, на мой взгляд, мне значительно больше нравится. И вкусовые качества даже готовой колбасы. На мой взгляд, они отличаются. Итак, друзья, засолили фаршик в холодильник, его на сутки. А через сутки уже будем добавлять специи, измельчать дальше. И, собственно говоря, будем все делать по порядку. До завтра. На следующий день наш фаршик засолился. Смотрите, какой он красивый получился у нас. Теперь нам его надо измельчить. Измельчить. Мы подготовили шпик. Нарезали его кусочками где-то 5-6 миллиметров. Ну, что-то мне кажется, что Лариса чуть побольше нарезала. Но по рецепту 5-6 миллиметров. Отправляем его в морозилку, чтобы он подморозился. А мясо будем измельчать на кутере. Если у вас нет кутера, то можно использовать любой кухонный измельчитель. Какие здесь ключевые позиции? Мясо надо немножко подморозить. Оно должно быть охлажденное. И в процессе измельчения температура мяса, температура фарша не должна подняться выше 10 градусов. Если, как бы, ну, у нас кутер большой, поэтому температура сильно не поднимается. Чем меньше сам измельчитель, чем меньше емкость, тем быстрее у вас будет подниматься температура. Поэтому мы используем просто охлажденное мясо. Вот оно где-то температурой сейчас плюс 1. Если у вас небольшой измельчитель, то тогда его лучше поместить в какие-нибудь пакетики. Ну, просто в полиэтиленовые пакетики. Тоненьким слоем разровнять, вот таким вот. И подморозить немножко в морозилке. Также для измельчения нам понадобится ледяная вода. Из расчета 100 миллилитров на 1 килограмм мяса. Ну, на 1 килограмм фарша. Итак, друзья, сейчас я подготовлю, перемещу все это в кутер. И нам надо получить так называемую эмульсию. Я покажу, что это. Отправляем наше мясо в кутер. Колбаса отдельная будет. Ну, почему она отдельная? Друзья, ну, меня так беспокоит этот вопрос. Вот напишите, кто знает, почему она отдельная. Сверху посыпаем все это крахмальчиком. Крахмал, махмал. Ну, короче, по рецепту это у нас картофельная мука. Залипла. И сюда же высыпаем подготовленные специи. Но специй очень мало, на мой взгляд. Мы, когда вот раньше делали колбасу по каким-то более современным рецептам, мы использовали больше специй. Начинаем это дело измельчать. В процессе измельчения добавляем ледяную воду в нужном количестве. В результате измельчения, дорогие друзья, получили мы вот такую вот эмульсию. Совершенно однородную массу колбасную. Ну, вот она называется эмульсия. Теперь нам надо сюда вмешать наш охлажденный шпик. Но предварительно шпик надо будет ошпарить. В общем, мы вам сейчас все покажем. Если вдруг в процессе измельчения эмульсия подошла к критической температуре, 10-11 градусов у вас, тогда ее лучше сразу же еще раз подморозить немножко, чтобы температура упала хотя бы там до 4-5 градусов. Готовим шпик. Ну, собственно говоря, сейчас будем показывать. Нарезанный шпик даем кипяточком для того, чтобы каждый кусочек, ну, чтобы он вот немножко оплавился снаружи, чтобы он хорошо вмешался, не выпадал из колбаски. И чтобы каждый кусочек был отдельно. Мы же отдельную колбасу готовим. Разомнем его здесь, чтобы он пораспадался. Конечно, надо было чуть мельче резать. Не по технологии, отступили. Теперь даем ему здесь. Все, шпик отдельно. Что-то мало шпика. Но все по рецепту. Мы договорились не отступать. Вот рецептор 38-го года. Помещаю шпик в емкость от планетарного миксера. И начнем вымешивать. Вымешивал я где-то 3-4 минуты. И вот видите, какой эффект мы имеем. Шпик полностью вмесился. Он стал совершенно однородный с эмульсией. То есть, вот он как бы весь прилип в нее. Вообще, процесс вымешивания в приготовлении колбас очень важный. Ну, и в частности, в данном случае, нам важно именно хорошо вымесить, чтобы весь шпик мы вмесили. Теперь, друзья, можем переместить колбасу в шприц для набивания колбас и подготовить коллагеновую оболочку. Мы будем набивать коллагеновую оболочку диаметром 80 мм. Сейчас я более подробно об этом расскажу. По поводу оболочки. Я вообще люблю коллагеновые оболочки. Мне в них колбаса нравится больше. Полимиолидные не люблю. Но вот Лариса купила на сайте ЕмКолбаски целлюлезную оболочку. Ну и как бы говорят, что в ней и прожарка хорошо проходит, и даже в ней коптить можно. То есть она какая-то пористая. И Лариса меня уговорила сейчас для нашей отдельной колбасы использовать вот эту целлюлезную оболочку. Ну, друзья, попробуем. Заодно будет опыт. Вы увидите. Ну и мы, собственно говоря, увидим. Мы никогда в этой оболочке не готовили. Увидим, какая получается колбаса в целлюлезной оболочке. А вообще, конечно, идеально делать колбасу в натуральной оболочке. Вот, допустим, говяжьей семюги. Слово, конечно, смешное, семюга. Зажимаем оболочку. Набивать колбаску всегда лучше вдвоем. Чтобы один человек держал, а второй производил набивку. Набиваем оболочку. Красивый цвет. Очень у колбаски говядина... Говядина... Опа, что это у нас? Говядина красила ее вот такого. Она будет более красноватого цвета, чем обычная вареночка, мне кажется. Батончик набит. И сейчас будем его перевязывать. Уплотнили батончик. И теперь его обвяжем. Если где-то у нас образовались пузырьки воздуха, смотрите, мы его вот так вот перекручиваем. То есть Лариса его закрутила. С двух сторон. Закрутила или нет? Надо это еще подкрутить. Все, да? В противоположных направлениях перекручиваем и обвязываем. Если где-то пузырьки воздуха большие, то берем маленькую иголочку и эти пузырьки прокалываем. Сейчас покажу как. Дай мне иголочку. Да, ну вот смотрите, вот пузыречек Чикио нужно проколоть. Где у нас еще есть? Вот пузыречек можно проколоть. Вот таким вот образом. Ну, я думаю, усердствовать не надо. Да, усердствовать особо не надо. Но лучше, если большие пузырьки, лучше воздух выпустить. Еще не знаю, как себя поведет эта оболочка. Вот, дорогие друзья. И отправляем ее на усадку на сутки в холодильник. А завтра будем уже заниматься приготовлением. Дорогие друзья, наша колбаска повисела, уплотнилась. И вот смотрите, она висела вот таким вот образом. Чем лучше... Ну, почему надо, чтобы колбаса именно висела, а не лежала? Она вся уплотнилась сюда. И теперь здесь у нас есть возможность ее немножко подвязать. Что мы сейчас и сделаем. Лариса вот так вот ее перекрутит еще немного. А я завяжу, чтобы она была плотнее. Все? Да. Можно вязать? Все. И приступаем к первому этапу тепловой обработки. Что-то у нашей колбасы столько хвостов получилось. Первый этап – обжарка. Установили в духовке температуру 90 градусов. Включили конвекцию. И помещаем нашу колбаску в духовку на 30 минут. Засекаем время. Прошло полчаса. И переходим к следующему этапу, к этапу варки. Для этого на дно духовки помещаем емкость с водичкой. Ей, какое горячее. Прошу прощения, друзья. Техническая неувязочка. В саму колбаску помещаем щуп для контроля температуры внутри. Кулинарный термометр. И дальше у нас происходит процесс варки. Варим нашу колбаску при температуре 80 градусов до достижения внутри батона температуры 69 градусов. При этом конвекцию выключаем. Температура внутри нашей колбаски достигла 69 градусов. Мы подготовили емкость с водой, с ледяной. И устраиваем ей холодный душ. Такого красивого она у нас цвета получилась, необычного. Но по оболочке есть вопросы. Сейчас мы колбаску охлаждаем. Охлаждаем ее в ледяной водичке. И потом даем остыть полностью. И потом в холодильнике она у нас проведет ночь. Завтра будем дегустировать. Расскажу про нюансы этой оболочки, которые проявились. Ну и, собственно говоря, разрежем колбаску. Посмотрим, что у нас получилось. На следующий день колбаска охладилась и продегустируем ее. Но прежде чем продегустировать, расскажу о проблемах, которые у нас произошли с оболочкой. Вот, друзья, произошло вот такое неприятное явление. Оболочка лопнула. Причем я подозреваю, она лопнула при прожарке. Что лопнула она на месте прокола. То есть, не могу ничего сказать о качестве этой оболочки. Но такого эффекта у меня еще не было. То есть, чтобы прокалываешь. Тем более, мы изучили инструкцию. То есть, четко было однозначно написано, что в ней можно коптить. В ней можно и в этой оболочке можно и коптить, и варить. И можно ее прокалывать. Но, скорее всего, что прокалывать ее нельзя. Разрежем нашу колбаску. Посмотрим срез. Цвет у нее просто потрясающий. И вид у нее, друзья, тоже потрясающий. Пахнет как она. В общем, испорченная оболочка не испортила нам кайфа колбаски. Причем обжарилась она очень хорошо. Обжарилась очень хорошо. Натуральная корочка отлично. То есть, в принципе, мне понравилось, как в этой оболочке происходит обжарка. Но вот то, что она лопнула... Ну, правда, не знаю. Мне все-таки кажется, что вот у нас там был пузырек воздуха, мы ее прокололи. Давайте посмотрим на крупный план среза. Посмотрите, друзья, какой красивый срез. И какой красивый цвет колбасы. Просто потрясающий. За счет... Ну, я так понимаю, что за счет говядины мы получили очень красивый цвет. Ну и сама консистенция колбасы очень классная. Конечно, она пористая, но нет у нас промышленного вакуумного шприца. И вот, видите, какая натуральная корочка красивая. То есть, все процессы, обжарка, все прошло, на мой взгляд, просто идеально. Сейчас попробуем. Ну что, попробуем. В первую очередь, нашему главному дегустатору. Кс-кс-кс-кс-кс. Дегустируй. Пойдет колбаса? Судя по тому, что утащила, пойдет. Ну, а во вторую очередь, уже мне. Ну, в первую очередь, про запах. Запах просто невероятный. Пахнет очень вкусно. Реально, такой классный запах колбасы. Очень мне понравился этот рецепт. Понравился цвет, понравилась консистенция. Ну, понравилось. Дегустатор хватит. На вкус. Ее бы подкоптить чуть-чуть. Но, это уже выходит за рамки технологии нашей книги. Вкус просто, друзья, потрясающий. Идеальный мясной вкус. Просто идеальный. Ну, мне очень нравится эта колбаса. Судя по всему, дегустатору тоже. Итак, дорогие друзья, с огромным удовольствием представляем вам рецепт отдельной колбасы, выполненной по книге 1938 года Аконникова. Рецепт я полный размещу в описании видео. Также можете зайти на наш текстовый блог. Есть ссылка в шапке нашего основного блога в YouTube. Там тоже будет размещен полностью рецепт. И он там доступен для скачивания. То есть, если в YouTube можно только посмотреть, то в текстовом блоге он доступен для скачивания. Вы можете просто скачать, сохранить его у себя на компьютере. И пользоваться удобно. Также, друзья, хочу напомнить. Ну, или напомнить, кому напомнить, кому сказать. Лариса ведет свой собственный блог. Называется «Путешествия Даниила и Ларисы». Ссылку на этот блог я размещу в описании видео тоже. И в конечной заставке будет ссылочка. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Смотрите о наших путешествиях. Мы делаем в основном обзоры с полезными советами о тех местах, в которых бываем. Но это все лирика. Вернемся к колбасе. Как я уже сказал, с удовольствием вам представляем рецепт колбасы. Колбаса очень классная получилась. Действительно, очень вкусная. Друзья, ну и как вы знаете, своей миссией я вижу продвижение вот таких вот продуктов натуральных, которые можно сделать дома совершенно без проблем в массы. Прекращайте покупать дрянь, которую нас кормят производители колбас. Потому что, поверьте, это не колбаса. Действительно, колбаса – это то, что вы сделаете дома. И когда вы видите, из чего оно приготовлено. Кошка так хочет еще колбасы, что свалилась со стула. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх, если вам видео понравилось. Собственно говоря, буду с вами прощаться. Будем снимать для вас новое интересное видео. Сейчас снимаем очень прикольную ветчину. Готовим ее уже не первый раз. Будет интересно ветчина, микс из свинины и говядины. Очень сочная, очень вкусная. Ну, в ближайших видео тоже сможете увидеть его. Всего доброго, дорогие друзья. Пока!